Друзья, всем привет! Курское направление передает политолог Юрий Подоляко. Инициатива здесь пока за противником. Да, у него не так много получается, как он хочет. Тем не менее, на одном из участков ему удается поджимать наши позиции и пусть медленно, но двигаться вперед. Это район между Малой Локне и Мартыновкой, где, похоже, он после взятия под контроль русского Поречного занял и находящаяся рядом Черкасская Поречная. Также противник заявил о своем контроле над погребками и Малой Локне. Это им нужно для выравнивания фронта и создания относительно удобного плацдарма на территории Курской области, без выступов и ослабляющих его мест. Но пока эта информация нуждается в проверке, сообщил политолог. Если все так, то это плохая новость. Очевидно, что следующим селом, которое он попытается взять под контроль, станет Мартыновка. Для ВСУ это также жизненно необходимо, чтобы чувствовать себя в суд же относительно спокойно. А еще он пробует ежедневно накатывать на Александровку Кореневского района, но безуспешно. А еще он утерял контроль над Краснооктябрьским. Да и вообще, обстановка на западном фланге в Курской области для него ухудшается. Коренева взять не удалось. Выровнять линию по реке 7 в Глушковском районе тоже. На Донбассе обстановка такая, что новых значимых резервов ждать не приходится. А потери батальон в несколько дней здесь пока сохраняются. И давление ВСРФ на флангах начало проявляться. Не только в Глушковском районе, но и на юге Суджинского тоже. Здесь не ясен статус села Уланок. Таким образом, плацдарм противника хоть и выравнивается, но зажат по флангам, что может частям ВСУ на нем очень дорого стоить уже осенью. Южно-Донбасский фронт дополняет политолог. Думаю, было бы правильно взглянуть на обстановку на нем целиком, так сказать, с высоты птичьего полета. За последнюю неделю стало очевидно, что после быстрого рывка группы Центр ВСРФ к окраинам Мирнограда, российское командование сознательно притормозило здесь дальнейшее продвижение вперед. Возможно, понимая, что сильно рискует таким смелым маршем с оголенными тылами и сосредоточила свое внимание на южном участке. Главная цель – разгром группы ВСУ на западном Донбассе. Исходя из этого, замысла сейчас осуществляется штурм Селидова и начатые бои за Украинск. В конечном итоге, российские части группы Центр должны выйти к Урахово и обеспечить охват частей ВСУ с севера. Затем, вероятно, они перенесут свои усилия на Покровск и Мирноград. Одновременно с этим, российские части группы Восток, пользуясь поражением, которое было нанесено противнику на севере, предпринимают попытки прорвать фронт в районе Угледара. Чтобы в конечном итоге выйти к Урахово с юга и тем самым обеспечить решение главной задачи летней кампании на южно-донбасском фронте. Думаю, задумка примерно такая. А как выйдет, поглядим. Торецкое направление. За вчера российские части здесь добились по площади, пусть и небольшого, но очень важного результата. Армией России была взята под контроль шахта «Новая», важнейший пункт обороны противника на востоке Торецка. С ее падением и далее очистки от разных устройств противника террикона шахты, ВСРФ сможет продавить противника в районе ИК номер 2. А если при этом будет занято здание школы номер 1, то можно будет говорить об окончательном прорыве с северного контура обороны города. Это развяжет руки по дальнейшему продвижению вперед в северной части Торецка, что по итогу может привести к охвату группы ВСУ в центральных его районах. И абсолютно не случайно в предыдущие несколько дней ВСРФ полностью выбили противника из населенного пункта «Дружба», прокладывая себе дорогу к населенному пункту «Крымская» и «Дачная». Здесь крайне важно перерезать главные пути снабжения его группы со стороны Константиновки. А если к этому моменту российские части из Новгородского сумеют зайти и взять Леонидовку, то противник в Торецке отчутится в мышеловке. Но, думаю, он не будет рисковать значительной своей группой. Резервы для ВСУ сейчас главная проблема и сам покинет оставшуюся часть города, передает политолог. Покровское направление. Здесь пока, как и раньше, без серьезных изменений. Единственное, где есть движения, но они пока скрыты туманом войны, как говорится. Западнее и Южнее Новгородовки, которые являются частью Селидовской наступательной операции. Причем эти действия крайне важны для достижения ВСРФ там успеха. А также бои в районе Гродовки, что, как и говорилось ранее, необходимо для создания условий штурма Мирнограда. Углидарское направление. С каждым днем накал боев здесь нарастает. Причем уже очевидно, что российские части в ближайшее время попытаются взять под свой контроль важнейший узел обороны ВСУ на Южно-Донбасском участке фронта – город Углидар. Вчера российская артиллерия и авиация нанесла мощный удар по выявленным узлам обороны противника. Также вчера была осуществлена успешная атака на шахту Южно-Донбасску номер 1, которая прикрывала Углидар с востока. Таким образом создаются предпосылки для штурма города в самое ближайшее время. Особенно с учетом того, что резервы противника были отсюда сняты и переброшены для латания дыр в районе Селидова. И потому сегодняшние сообщения, что российские части вышли к населенному пункту Причистовка, не должны никого удивлять. У противника, очевидно, не хватает резервов купировать всероссийские атаки. Он просто местами сдерживает нас боями, отходя на более удобные для обороны позиции. Ситуация для ВСУ здесь стремительно ухудшается. С учетом обстановки на севере, не думаю, что противник способен удержать Углидар. Селидово-Кураховское направление. Главной новостью на данном участке стало, безусловно, начало боев в черте города Украинска. Между тем, это только часть событий. Бои за город стали следствием продвижения российских частей в районе населенного пункта Лисовка и занятия армией России важного холма восточнее этого села. Контроль над данным холмом позволяет российским частям 114-й бригады ввести бои за желанное первое, куда противник, понимая, что это важнейший пункт, не позволяющий перерезать снабжение крупной группы ВСУ на востоке, перебрасывает резервы и делает все, чтобы окружение не состоялось. Также в связи с российскими успешными отступательными действиями в южной части Селидово и севернее Украинска в Саров открывается хорошая возможность для рассекающего украинскую группу удара между этими двумя городами в направлении Цукуриного. Если это произойдет, фронт ВСУ на данном участке может посыпаться. В общем, несмотря на проблемы, в целом ситуация для противника здесь крайне сложная и пока только ухудшается. На Краснолиманском направлении особой активности на земле не было. В районе Красного Лимана уже несколько дней горят леса, пепел от пожаров долетает даже до Краматорска. По словам местных жителей, причина пожара неприродная. ВСУ ведут огонь по лесам зажигательными снарядами. На Купенском участке ВСРФ расширяют зону контроля у Песчаного и продвинулись к Глушковке, до которой остается 2 километра. Идут бои за опорные пункты в районе Кругляковки. Наш источник сообщает, что Украине не избежать масштабного энергетического кризиса и катастрофы этой зимой, передает телеграм-канал Легитимный. Чиновники Зеленского были заняты освоением бюджетов и коррупционными схемами по выводу бабла. Все в государственной системе настроены скептически, а значит преследуют цель урвать и свалить, пока есть возможность. Сейчас на ставке стоял вопрос не как избежать катастрофы, а как уменьшить ее масштабы и сделать так, чтобы на этом хайпануть в мировой прессе, обвинив россиян во всем. Умолчав при этом, что сами также бьют по их инфраструктуре и провоцируют поднятие ставок в противостоянии, подставляя жизни мирных граждан. Украинцы должны готовиться к черной зиме и самым сложным временам, сообщает Легитимный. Зеленский усиливает инфраструктурную войну против России, атакуя НПЗ, ГРС и другие объекты топливного и энергетического сектора. Все предупреждают, что скоро ждать ответку от России. Многие не до конца понимают, зачем Зеленский перед холодами провоцирует Кремль на инфраструктурную войну. Это ведь оставит миллионы людей без света, воды, тепла и даже работы, что может привести к масштабной катастрофе, трагедии. Советуем всем приготовиться к черной зиме, которую готовит для вас Зеленский. Резюмирую телеграм-канал Легитимный. Си Цзиньпин лично говорил с посланцем Байдена. Обсуждаем, чего хотел серый кардинал из США от Китая. Закончилась великая эпопея, которая шла без лишнего шума. Англосаксы получили невероятно жесткий отлуп от Китая и получился некий закон кармы. Поднебесная начинает возвращать долги за опиумные войны. Правда, не совсем по адресу, потому что главный англосаксонский гегемон нынче это уже США, а не Британия. Поскольку Черчилль сам передал главной пиратско-колониальной империи американцам во время фултонской речи. Но зато уж Америки знатно прилетело. В Китае ездил очень редкий персонаж, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Очень серьезный и очень непубличный человек. Один из наиболее адекватных политиков США, насколько это слово применимо к нынешней администрации. Он почти не замечен в мегафонной дипломатии, громких скандалах. Он является одним из противовесов Блинкену в Белом доме и крайне редко куда-либо ездит. За все четыре года власти Байдена в Китай Салливан выбрался впервые. Визит Салливана – это вообще громадный парадокс. Он рангом формально ниже Блинкена. Но за время своего двухдневного визита успел встретиться, загибаем пальцы и оцениваем, с министром иностранных дел Китая Ван И, с начальником Управления по развитию вооружений Центрального военсовета Китая Джаном Юся, с самим председателем Си в качестве итоговой встречи. О чем это говорит? Что в Пекине предельно серьезно отнеслись к визиту Салливана. А ведь, казалось бы, демократы с высокой степенью вероятности проиграют грядущие выборы. Придет Трамп, который уже точно не назначит Салливана. И зачем было говорить с человеком всего за 4-5 месяцев до его отставки? Но это именно что «казалось бы». Судя по всему, в Китае знают что-то такое, что считают целесообразным пообщаться с Салливаном на трижды высоком уровне. Видимо, там его не считают списанной фигурой. И это большой повод призадуматься о том, кто же победит 5 ноября на выборах в США. Цель визита Салливана, одного из серых кардиналов американской политики, решившего по такому поводу даже вылезти из своей глубокой норы на свет божий, вполне очевидно, главное детище Байдена, его любимый план, с которым тот носился последние лет 20 и носился далеко не один, рушится на глазах. И предпринимаются истеричные попытки хоть чем-то его спасти. Или уж хотя бы оттянуть окончательный крак до окончания выборов. Китайцы, люди аккуратные, решили Салливана выслушать, внимания ему уделить. И хотя ответили полнейшим и ожидаемым отказом, но по крайней мере не зря ознакомились с аргументацией и предложениями американской стороны. Ибо даже вранье Вашингтона позволяет делать кое-какие выводы о состоянии его дел, степени отчаяния, мере адекватности и так далее. Финальное заявление Салливана прямо говорит, что он уехал ни с чем. Цитата. «Я не могу подтвердить, что мы достигли прогресса по обсуждаемому вопросу. Китай открыто высказывал свое мнение, что необходимо решать все дипломатическим путем. Мы не договорились ни о каком конкретном дипломатическом плане», заявил американец. Но самое интересное, что это была лишь одна половина картины. Вторая шла при этом в Москве и была куда более масштабной. Для того, чтобы понять, что в итоге Китай решил по поводу американских соблазнов, надо сперва оценить итоги московских переговоров. А они были вполне сенсационными. Надо сказать, что на сей раз переговорный трек, что с Америкой, что с Россией, развивается совершенно нетипичным образом. Слишком уж важные встречи приходятся на конец августа, разгар отпусков. И дело даже не в том, нельзя было подвинуть разговор на 2-3 недели и встретиться в более привычные даты. Тут все явно говорит о другом. На сей раз влияние на мировую политику начинают оказывать выборы в США, как гигантская черная дыра, которая находится в центре галактики. Видимо, для американцев было критически важно понимать, договорились они с китайцами или нет, по своим ключевым вопросам еще до того, как начнется великий замес предвыборной кампании, которая к тому, судя по некоторым признакам, опять не пойдет по стандартному, спокойному сценарию. В Россию прибыл настоящий десант из самых высокопоставленных представителей экономического блока правительства Китая во главе с самим премьером Госсовета КНР Ли Цианом. И цель визита довольно очевидна. Угрозы американских санкций сумели сильно навредить нашей торговле с Китаем. Отметим, что еще недавно весь мир смеялся, когда Путин поставил цель выйти на ежегодный товарооборот 100 миллиардов долларов с Китаем. Однако смех смехом. План был давно выполнен и потом поставили следующую цель – достичь 200 миллиардов. По состоянию на 2023 год был зафиксирован товарооборот в 240 миллиардов, а в этом он еще на 20% подрос по итогам первых кварталов. Для понимания, общий объем взаимной торговли с Америкой по итогам прошлого года составил 607 миллиардов долларов, снизившись по результатам года на 12%. Товарооборот Китая с Европой составил 783 миллиарда за 2023 год. И эта динамика многое говорит о том, какие планы и приоритеты у Пекина на сегодняшний день. Особенно учитывая, что Боррель прямо сказал о том, что торговая война с Китаем неизбежна, а США уже вообще откровенно планируют ядерную войну с Поднебесной. В таком положении терять динамику торговли с Россией – это не только России плохо, но и Китаю смерти подобно. Он тогда окажется в тотальной зависимости от прямых врагов. И вот в Москве побывал премьер Госсовета КНР Ли Циан для согласования торгово-финансовых вопросов. Он встретился с Михаилом Мишустиным и Владимиром Путиным. А за несколько дней до него в столицу России прибыли зампред правительства Китая Хэли Фэн и министр финансов Лань Фуань. А если кому-то кажется, что Китай может вести двойную игру, то достаточно посмотреть на то, какой замечательный фон создали наши дорогие европейцы для проходившей встречи. Такое ощущение, что в Брюсселе нынче и правда собрались сплошные агенты, которые действуют на благо российских отношений с Китаем. Потому что даже в Москве не могли бы придумать такой подарок, который еврочиновники сделали Пекину несколько дней назад. Пошлины на китайские электромобили, которые и так составляли значительные 17%, поднялись сразу в два с лишним раза, до 36,3%. И более того, решили придать этим мерам статус постоянных, хотя раньше эти ограничения носили характер временных. Для понимания, на американские электрокары пошлина составляет лишь 9%, так что Китаю надежно показали не только то, что Америка для него это непримиримый враг, но и то, что Европа полностью забыла о своей самостоятельности и интересах и стала безвольным инструментом в руках Вашингтона. В такой ситуации, как нетрудно догадаться, у Китая просто не осталось выбора. США и ЕС заняли откровенно враждебную позицию, и поэтому отказаться от связи с Россией, чего потребовал Салливан в ходе своего визита, Пекин никак не мог. К тому же, именно Россия занимается вопросами создания системы СПРН для Китая, без которой весь его ядерный щит будет в значительной мере обесценен. При таком раскладе для Пекина было бы чистым самоубийством кинуть Москву, остаться полностью беззащитным перед Вашингтоном, дождаться, когда Америка посадит в Москве враждебный Китаю режим, и после этого уже добьет сам Китай. Поэтому Салливан уехал несолоно хлебавши. Хорошая новость – Китай верен нашему союзу. Плохая новость – теперь Америка всерьез разозлится. А интересная новость – судя по всему, наши дорогие ни коллеги, ни партнеры в лице демократов никуда не исчезнут после 5 ноября. Впрочем, Владимир Владимирович говорил, что это в наших же интересах. Так что покупаем попкорн и следим за новостями дальше. Всем спасибо за внимание, друзья! Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми! Всем нам мира и добра!